Учащиеся Владивостокская школа номер 18 приехали в Музей истории Дальнего Востока имени Арсенева, чтобы защитить свои проекты по географии Приморского края. Программа сотрудничества музея и школы стартовала в этом году. Ее цель – разнообразить формы обучения и выйти за рамки классических школьных уроков. У каждого ученика свой проект, они готовят либо индивидуально, либо вместе могли подготавливать свою работу. И темы достаточно разные, начиная от заселения Приморского края, то есть уже такой исторический факт идет, и заканчивая защитой окружающей среды. Туда же ребята выбирали и гидрологию края, рельеф края, образование его. Ребята основывались, скорее всего, в первую очередь на интернет-ресурсах, но мы это сегодня с вами увидим. Но библиотека имени Арсеньева, которая здесь неподалеку на Игершеде, тоже оказывала нам большое содействие в этом. Ребята туда ездили и искали материал. Оценить тематические презентации школьников, дать рекомендации на будущее пригласили сотрудников музея. Вы написали проект, вы его проработали, и самое большое, важное пожелание – не бросайте его на половину пути. То есть ваша задача сейчас здесь, вы нам его представите, презентуете, мы на него посмотрим, полюбуемся. Но все-таки, как ваше детище, я очень сильно желаю, чтобы вы его не забрасывали, продолжали его развивать дальше, дальше, дальше и дальше, потому что все-таки это важно. Результатом исследований стали презентации на такие темы, как деятельность национальных парков, животный мир и растительность Приморья, меры помощи диким животным при соединении территории края к России. По словам специалистов, такие уроки позволяют формировать культуру посещения музеев, интерес к истории города и страны, понимание ценности артефактов, а также желание осваивать новое культурное пространство. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.